Всем привет! Добрались с утра на автовокзал, сейчас в Мерсине еще. У нас сегодня последний за поездку утренний такой ранний переезд, что не может меня не радовать. И направляемся в Конье. Конье тоже еще один город-двухмиллионник на нашем пути, до которого, прям скажем, доезжают не часто. Но интересно посмотреть, что будет там. Переезд такой не самый короткий, где-то 5 с лишним часов будет с копейками. Но выезжаем пораньше, поэтому думаю, что еще успеем по городу и погулять, потому что у нас там всего одна ночевка. А из-за карантина, из-за того, что по воскресеньям карантин, пришлось немного сместить даты и время пребывания в Конье. И вместо двух суток получается только одни там провести. В общем, сейчас будем уже садиться в автобус минут через 10 и ехать в новый город. В Мерсине довольно большой и приятный автовокзал. Такой, в целом, недостаточно и новый. И вообще, из того, что видно по этой поездке в Турцию, автовокзалы, конечно, на очень хорошем уровне здесь. И куда ни приезжаем, даже если городок не сильно большой, то там все довольно цивильно, чисто. И что интересно, почти у всех у них своеобразный и интересный дизайн, в котором обыгрывается каким-то образом и город. То есть, это будет или в стилистике какой-то эмблемы, или в самой архитектуре здания. Что очень круто и выделяет каждый город. Что ты приезжаешь и можешь сразу понять, где ты сейчас находишься, а не то, что у нас тебе нужно всегда искать вывеску и название города. Здесь, в принципе, все еще на подъезде становится достаточно очевидно, если ты когда-то здесь был. И почти всегда здесь автовокзалы находятся на выезде из города. Можно сказать, даже за городом. Поэтому, например, вот сейчас ехали от отеля, который более-менее в центре находится, ну, минут 20. При том, что дорога абсолютно свободная, пустая, еще там слишком рано для опробок или вообще какого-то трафика. Но все равно нужно всегда с запасом выезжать, потому что добираться до автовокзала достаточно далеко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добрались до Коньи. Переезд получился прикольный, потому что первая часть пути, где-то первая треть пути, она была вдоль моря, можно было понаслаждаться видами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что куда-то не приезжают, у них есть местные блюда, которые вот оттуда начали готовить, и они не просто там чуть-чуть другой рецепт одного и того же блюда, а на самом деле сильно отличаются, и вкусные, интересные. Так что начнем сегодня от субботников. Несмотря на то, что мы уже две недели в Турции, в основном в неторитетической Турции, цену меня как-то все равно не перешают удивлять. Например, сейчас прошли это в ДНР, то есть это заверно курица, ну типа шаурмы нашей куриной, и она стоила 4,5 лиры, то есть это 40 евроцентов. Окей, даже если она там не особо вкусная, даже если там порция довольно маленькая, 40 евроцентов. Это просто шара. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В итоге я перекусил баранье рагу с томатами и окрой, и забавно, что у нас окра, она довольно дорогая. Здесь же, в Турции, ну казалось бы, уже не сильно это далеко, она лежит просто на каждом шагу, там и добавляется, ну по крайней мере в Кони много блюд, и вообще ничем дорогим она здесь и близко не считается. Кстати, сразу бросилось в глаза, что в Кони очень много ресторанов, на которых написано, что именно кухня Кони, то есть местные блюда, и подчеркивается, что они не просто турецкие, а именно данного региона. И пришли мы уже в музей Мивляны, что интересно, это второй по посещаемости музей в Турции после Ханского дворца в Стамбуле. То есть он мега популярен, и я насколько понимаю, тут довольно часто еще и что-то типа паломничества совершается в этот музей, ну и собственно отсюда пошли все танцующие дервиши, которые сейчас, понятное дело, что часто просто развлекательными номерами идут где-нибудь в ресторанах Стамбула или в отелях на побережье. Но изначально это, конечно же, религиозный орден, который довольно долго существовал, ну он и сейчас существует, но он с начала XX века был распущен Ататюрхом, и на территории Турции, по крайней мере, все их дома, они были отданы под музей или под другие нужды. Забавно выглядит трамвай, тут возле этого музея, собственно, заканчивается трамвайная линия, ну именно электрическая трамвайная линия, и он здесь едет уже не на электрическом ходу, а уже на своем аккумуляторе, и мне кажется, что это во многом сделано как раз таки ради красоты вида, хотя могу конечно ошибаться, но как-то очень странно, провода перестают быть как раз таки возле музея Мевляны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здание музея Мевляны, оно было построено еще в XIII веке, понятное дело, что тогда еще не как музей, и с того времени оно почти не изменилось, буквально немного было достроено по бокам, но вот сама основа, она почти не претерпела никаких изменений. И самим Мевлеве, это тоже оснащение религиозное, эти ордена, они придавали особый упор песне, танцу в познании Бога. И вот эти вот танцы-дервиши, как их еще называют танцующие монахи, они всегда проводятся в белом одеянии, и одна рука, честно говоря, не помню какая правая или левая, но одна рука направлена к небу, а другая, соответственно, к земле. И во время вот танца ладони абсолютно не двигаются, просто по кругу крутится монах, и таким образом медитативно она тоже получает свою связь с Богом. Кроме этого музея Мевляны, откуда, собственно, и пошло это учение, я еще был в доме дервишей тоже в Стамбуле, здесь, конечно, выглядит несколько интереснее, но меня больше всего поражает всегда у них каллиграфические их работы, потому что они очень сильно заморачивались с каллиграфией, это было и тоже одно из искусств, и можно и сейчас увидеть каллиграфические тексты, в основном Коран, который они переписывали, и это очень уж вызывает такие восхищение, и просто очень красиво все выглядит так необычно, но я понимаю, что со своим почерком я что-то подобное произведу точно, никогда не смогу. В основе этого культа лежит учение Алла-Аддина, и напротив музея Мевляны находится Холма-Аддина, куда мы сейчас и пойдем, мы вроде как оттуда должен открываться интересный красивый вид на город, ну и в принципе Мевляны и Дервиши, они как и многие вещи на земле, они прошли через разные циклы своей истории, от становления до упадка. В начале, еще в 13 веке, когда только зарождался этот орден религиозный, то в основном в него вступали люди из низших слоев, ну или из средних слоев общества. Потом же они делались намного более популярны, и в том числе и из султанской семьи во время Османской империи тоже вступали в орден Дервишей, то есть становились Дервишами. Причем Дервиши, они сами по себе являются монахами, которые отказывались от любой собственности, в основном жили в нищете, были как гуляющие Дервиши, странствующие Дервиши, так и живущие в общении, но даже те, которые жили в общении, они все равно там иногда ходили тоже в странстве. Ну а закончилось все уже во времена Татюрка, который собственно все эти религиозные ордена и разогнал, и долгое время их вообще особо никак не было. И лишь в 50-е годы, по-моему, в 54-м, им снова разрешили собираться проповедовать свои убеждения, но это больше уже было все же не столько в религиозных целях сделано, как в культурных, как способ сохранения культурной идентичности. Ну а сейчас и в Стамбуле особенно, ну и здесь уже больше музеев, конечно, там есть определенные последователи данного ордена и сейчас, но это уже, скажем так, слезы по сравнению с тем, что было раньше и с тем, сколько был сильным этот орден, этот культ в прошлые века. В этой поездке, кстати, довольно много поляков встречаю, что в Каппадокии были поляки, что потом даже в Кискалыси под Мерсином, и сейчас в Кони, ну то есть в Кони уж я явно не ожидал кого-то встретить, в принципе, из европейских туристов, а поляков в том числе, наверное. И видно, что тут даже и группами, возможно, действительно какие-то туры по всей Турции, по стране. А вот, но интересно, что они доезжают не только вот, как наши, до Стамбула, там в Пападокии и Анталии, а по таким тоже историческим самобытным местам и городам проезжаются тоже. И это в организованных группах, то есть тут человек 30, 20-30, наверное, сидят, ходят по экскурсиям с говорящим по польским видам, очень, даже молодцы, что разнообразно познают Турцию. Играет музыка При селе на Тибаб в их исторической застройке, видимо, это то, что имелось в виду под Сельджуфской застройкой, и, в принципе, здесь домики такие же, как и в Анкаре, поэтому сейчас они не настолько удивительны для меня. Но если бы я сразу без Анкары попал сюда, то, конечно, очень необычно визуально все выглядит. Правда, не настолько ощущение, как в Анкаре, что это Европа. Тут все же, я даже не могу понять, почему, но все же есть полное ощущение, что это все же Восток, что это Турция, хотя все эти домики, они выглядят как очень недавно отреставрированные, ну, то есть они не производят впечатление сильно древней застройки, хотя вроде должна быть она как раз-таки такой исторической и еще средних веков. Возможно, такое ощущение складывается из-за того, что очень ровные улицы, что на Востоке, причем такой довольно все же рыночной части города, непривычно все же тут более заворачивающиеся улицы ожидаешь увидеть, а они здесь вот ровные вообще, как будто где-то в Америке, где они заново все это строили. Но все равно интересно, и это то заведение, которое просто увидел фотографии кебаба на гугл-картах, и мне он понравился так, что даже захотелось попробовать, и он такой много нестандартный для, допустим, Стамбула или Анкары, тут такое рваное мясо, и есть такое ощущение, что я там еще и поранен. Да, в этом месте только одно блюдо в меню, и это кебаб, и он бараний, что меня очень радует, потому что я как раз сегодня хотел покушать баранины, вот, и сейчас буду пробовать. Очень вкусная нежная баранина, без привкуса, как у нас часто это бывает, но вот бараньего мяса, вкусно, круто, не зря в Аконе я решил, что место для баранины здесь это просто чудесно. И на обычный кебаб это не так, чтобы сильно похоже, тут такой вот, ну, тех вкусов мяса и лаваша, ну и чуть-чуть совсем овощей. То есть, в принципе, в Турции кебабом называют почти все, что угодно, но от этого менее вкусно не становится. КОНЕЦ это получается уже пятый город который мы в этой поездке посетили в турции ну точнее там дюреме это не города деревня была конечно но таких вот небольших городов это 4 город анкара адана мерсин и вот сейчас кони и могу сказать что хотя все они определенно выглядят как 3 и города у каждого свой шарм у каждого свой внешний вид и эти города что по духу что по внешнему виду их друг другом вообще ну вот никак не спутаешь они все со своей индивидуальностью круто выглядят и круто отличаются друг от друга а если говорить о коне то здесь еще бросается в глаза то что он этот город намного более традиционный здесь и мужчины одеваются более тоже сдержанно и спокойно то есть да здесь тоже есть и девушки в джинсах и в современной европейской одежде как и в любом другом турецком городе но их процент тут небольшой большинство все же традиционной одежде и даже и в магазинах которые проходим все очень для местных и в цветах таких которые больше любят местные и вообще и по фасону тоже такое очень даже своеобразное как и уже второй раз за сегодня идет ливень первый раз тоже сидели пили чай и ливень шел буквально там минут 15 потом не было дождя не было дождя буквально час наверно полтора и за это время все успело уже высохнуть даже не было и намека на то что до этого был дождь а сейчас все влил еще сильнее но при этом небо опять со светом и очень такая забавная и интересная летняя погода центре иконе еще находится изумительная мечети азизье или азизье 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 мечеть и соответственно одноименная площадь возле нее а много всяких небольших кафешек мини ресторанчиков и очень приятно посмотреть по рассматривать архитектуру потому что она не совсем стандартная для мечети все же и минареты чуть-чуть по-другому выглядят да и вообще строение самопостройка она такая чем-то с европейскими намеками даже и приятно что вот на этой площади все ресторанчики они очень близко к мечети ты можешь пить там чай кофе или кушать местную еду совсем возле мечети она как-то более так тесно все здесь застроена зачастую в европе рыночные площади но центральные площади они все же по масштабнее а здесь все совсем скажем так в одном месте минареты минареты Заканчиваем нашу прогулку на холму Аладдина, то есть основателя, соответственно, учения, культа Мевляны, ну или на основании его трудов, там, сочинений этот культ образовался. И тут как раз-таки должен был бы открываться вид на Мевляну, то есть на этот комплекс, но когда все зелено, особо ничего не видно. В принципе, тут не очень в высоте этот холм, по-моему, он метров 20 всего в высоту, подняться легко и быстро, но каких-то красивых сильно видов тут нет. Ну, просто зелено, в принципе, парк, что неплохо, ну, так вот, как отдельную такую суперточку города назвать не получается. И еще по дороге, как раз-таки вверх, тут такой фонтан каскадный, да, и в других местах города тоже проходили фонтаны. И очень удивило то, что, ну, от всех фонтанов не просто попахивает хлоркой, а от них так штынет хлоркой, что как будто, я не знаю, там, только хлорка в этой воде и есть. И там кто-то отбывает деньги на том, что у них какой-то золот хлорки, и они как можно больше ее бухают в эти фонтаны. Крайне странное ощущение, когда ты проходишь мимо красивого фонтана, и тебе хочется побыстрее от него уйти, просто то, что сильно воняет. Субтитры сделал DimaTorzok Очень люблю в Турции чаевни, по-моему, чай, барчиси или как-то так, чайные сады они называются. И они чаще всего с такими стульчиками, очень низенькими, столиками тоже низенькими, без спинок, без ничего. Здесь иногда бывает не только чай, но часто приходит здесь только выпить чаю. Он очень дешевый, и это такое место коммуникации, место, где турки друг с другом общаются. Они могут отмечать пить кучу раз, один за другим, за третьим, за пятым, десятым. Чаще всего, конечно, только мужчины, женщины редко в них бывают. Но, на удивление, вот сейчас сели в центре пони, и за одним столиком сидели две девушки, за другим парень с девушкой. В чаевнях это очень редкое зрелище, но тут бывает. А вообще, конечно, очень колоритное такое место и интересное. Чисто турецкое такое, аутентичное. Субтитры сделал DimaTorzok Нагулялись сегодня, вернулись в свой номер, который и так выглядит, конечно, очень по-блядски. Во многом из-за того, что посреди комнаты огромная круглая кровать. Из-за того, чем она застелена, тоже такие яркие, броские цвета. Джакузи, которая недалеко от кровати. В принципе, довольно расположена тоже странненько через проход какой-то. Но больше всего удивляет то, что в туалетах двери прозрачные. Ну, наполовину прозрачные. Очень странное такое решение, которое удивляет. Но отель называет этот номер Deluxe, а не блядский. Поэтому есть в нем и определенные плюсы. Это большие окна с хорошим весьма видом. А еще выход на свою террасу, на которой можно посидеть на стульчиках. Чем мы, видимо, сейчас и воспользуемся. Взяли себе там по бокальчику пива. Немного там чипсов, орешков, всякого такого. Будем встречать вечер кони. Потому что уже завтра едем дальше, едем в Анкару. А сегодня уже будем отдыхать. Так что всем хорошего времени суток. Подписывайтесь на канал. Лайкайте ролик, пишите комментарии. И до новых встреч на этом же канале. Пока.